Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, Такого вырода ни в жизни, ни в смерти, ни в жизни не остаешься, Как небо под сердцем, как с кем морей бьешься. Доброе утро, уважаемые телезрители. В 1980 году петербургский режиссер Алексей Учитель снял документальный фильм «Рок», в котором прозвучали песни и творения таких мастеров, как Александр Башлачев, Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук. Казань и Самосос. Трансваль, трансваль, страна моя, Ты вся горишь в огне, Под деревцем развесистым задумчиво сидел. Мы начали нашу встречу с фильма вашего земляка Алексея Учителя Рок, который в некоторых профильных вузах сейчас уже изучают. Был взрыв самосознания, было такое мощное молодежное движение, волна шла такая рок-н-ролльная по стороне, везде открывались рок-клубы. И вообще тогда было время такое, прорыва какого-то, духовитое было время, несмотря на все количество проблем, которые тогда... Ну, сейчас их тоже не меньше, да, но тогда были проблемы, да, но все равно как-то песни летели по стороне. Да, рок-н-ролл тоже. Наверное, это уже история. Сейчас музыка более разнородная, сейчас культура вообще нишевая такая, да. То есть есть любители хардкора, есть рок-н-роллы, есть разных музыкальных стилей, течений. Все разобрано, все в разных каких-то местах находится, да, и разные люди слушают разную музыку. А тогда это, наверное, было последнее такое явление в жизни страны, культурное. Ну, что касается, конечно, модерна, да, современной культуры, это уже все так вдохнули. Цоя, Гребенчакова, ДДТ, Алису и многих-многих других групп. Что вы думаете о перемещении фестиваля сотворения мира в Пермь и в котором, собственно, этот фестиваль провалился? В Перми нет таких бюджетов, которые можно было осваивать просто-напросто. Оттуда и гельманы сейчас со своими красными деревянами, буратино. В Перми надо дороги строить, с этого начинать, да. Но она еще продолжается, жизнь веселая, цель заветная, в ней любовь моя отражается, бестолковая, беспредмерная, Поживем еще жизнь хорошая, доцелуемся до вечания, по дороге тоской заношенной пробежимся мы на прощание. Программа «Сольник» — это не я один с гитарой, это вся группа ДДТ, 8 человек. Мы привезли опять трейлер с аппаратурой тоже, это 27 человек рабочих там и так далее, то прочее. И свет свой, и звук. Звук мы привезли из Риги, заказали там ДНБ, очень хороший звук. То есть будет полноценный концерт, качественный ДДТ, насколько это позволит наше мастерство и зал. Позиция любого человека в обществе — это позиция со знаком плюс и минус. Как вы оцениваете своих коллег по цеху, в частности, высказывания Андрея Макаревича? Я считаю, что он ведет себя непоследовательно. Он как-то так его шатает, он как-то так пытается и рыбку съесть, и на кол сесть. Как бы и дашь бы вашим. Очень у него странная позиция. Да, непрямая, какая-то извилистая, я ее не понимаю, честно говоря. Ну, то, что он говорит, наверное, правильно, про коррупцию. Ну, как-то вот Макар очудулся, да. Увидел, наконец, что у нас коррупция в стране. Да, как-то его так озарило, прозрел чувак. Но это неплохо. Летел я, как у соседних ворот, и любви, наручники, полубом и рот. Сколько раз потопили в жизнь моя голова с переполненной платью, летела отсюда, где Родина. Еду я на Родину, Пусть кричат Родина, А она нам нравится, Спящая красавица, Сволочи доверчива, А ноги нам нравится. Всем доброго утра, спокойной ночи, отличного дня. Юра Шевчук, музыкант. Итак, это был очередной гость нашей рубрики. Наша программа продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok